Выращивание томатов от посева до сбора урожая в одном видео. Для теплицы выбираю высокорослые сорта и гибриды. Произвожу посев сухими семенами в конце марта. Как правило всходы появляются на 4-5 день. Отправляю их на стеллаж у окна, где они досвечиваются с 6 утра до 10 вечера. Когда у рассады появляется пара настоящих листьев, произвожу пикировку в стаканы по пол-литра. Через 5-7 дней можно подкормить монфосатом калия, либо другим фосфорным удобрением. Это поможет корнеобразованию и уменьшит вытягивание. 45-дневную рассаду высаживаю в теплицу примерно в середине мая. К этому времени на рассаде уже появляются первые бутоны. В лунку можно положить минеральные, либо органические удобрения, содержащие фосфор, калий, магний и бор. Азотосодержащие удобрения добавлять не стоит. Это может привести к жированию. Также к этому может привести и излишний полив на начальном этапе выращивания. Обычно через 7-10 дней рассада приживается и начинают расти пасынки. Если хотим выращивать в два стебля, оставляем пасынок под первой цветочной кистью, остальные пасынки удаляем. В период цветения для успешного пыления рекомендуют опрыскивать подкормками с содержанием бора. Также в этот период, если стоит жара, теплицу желательно притянить. После того, как у томатов завязались первые две кисти, можно произвести серию подкормок, содержащих калий и кальций. Она поможет завязаться к кистям, расположенным выше. Примерно в это же время можно обработать препаратами от фитофторы. До сбора урожая еще далеко. Для налива плодов периодически можно производить подкормки с содержащими калий и магний. Они отвечают за количество, размер и вкус плодов. Удаляйте нижние листья постепенно, по мере созревания плодов. Для профилактики заболевания в это время следим за влажностью в теплице. Нужно хорошее проветривание. Примерно заметься до конца выращивания. Рост томатов нужно остановить, оставив три листа над верхней кистью. Помидоры будут крупнее и быстрее созреют.